Добрый день, ребята! С вами Бэт Плея. Вы находитесь на YouTube-канале команды Bait. И прежде чем вы приступите к просмотру или прослушиванию данного контента, мы бы хотели объявить для вас конкурс. Всё, что вам нужно сделать, это рассказать под этим видео, как вы справляетесь с карантином, чем занимаете свой досуг и как вообще защищаете себя от этой заразы, которая пытается отчаянно поработить нашу планету. За самый оригинальный, забавный или креативный комментарий один из вас получит приз от команды Bait и организации HyperX, а именно вот эту замечательную новенькую клавиатуру, которой лично я сам пользуюсь и безмерно доволен, и коврик от всё тех же HyperX с автографами наших игроков. Победителя выберет Dendy на своём стриме, либо сам, либо при помощи голосования в чате, поэтому вперёд, оставляйте ваш коммент под этим видео, не болейте, и спасибо всем тем, кто нас поддерживает даже в самые непонятные времена. Очень, на самом деле, непонятные. Чёрт чёрт знает, что происходит. У нас был запланирован буткемп, и я планировал поделать контент с него, как мы обычно это делаем, но вирус всему миру всё заруинил, поэтому я решил попробовать формат подкастов. Надеюсь, он зайдёт аудитории, и мы продолжим их делать с большой-большой радостью. Я напомню, что со мной сегодня Dendy и Гостик, и мы сейчас с ними поболтаем. Здорово! Привет, пацаны! Привет, Игорь! Аудитории поздороваться, Андрюша. Ну что это такое? Здравствуйте, дорогие слушатели! Всем привет, ребят! Начну с самого актуального вопроса на данный момент. Как ваше самочувствие? Чувствую себя хорошо. О, давай, Андрюх! Спасибо, это всё. Я себя тоже замечательно чувствую. Вся эта тема с вирусом, она, конечно, страшная, но нам, геймерам, попроще, наверное, потому что мы сидим дома и занимаемся своим любимым делом. По поводу сидим дома. Я вот знаю, что ты, Даня, на жесточайшем карантине пошёл открывать компьютерный клуб во Львове. Что побудило тебя это сделать, и почему ты это не скипнул? Ну, во-первых, тогда ещё не было жесточайшего карантина. Это сейчас он уже появился. То есть ещё в тот день, то есть там совсем другие правила были. До 50 человек в помещении и тому подобное. Вот, у нас, в принципе, 50 человек там и не было. Там было человек 20, куча всяких санитайзеров и всё прочего. Ну, то есть сколько там людей вообще было? Ну, я не знаю, ну, был поток людей до 30, я думаю. Как тебе? Клуб классный, такой же, как Киеве, Киберзона. Очень прикольно, что у нас во Львове это делают, потому что во Львове однозначно этого не хватает. У нас раньше было очень много клубов, ну, как и везде во всех странах СНГ, я думаю, да и не только. Вот, а сейчас во Львове их практически нет вообще. И открыли реально крутой клуб, потому что, ну, там и девайсы крутые, HyperX стоят, то есть всё новенькое, всё работает, места много. В общем, ну, приятно. И местоположение у него классное, то есть он рядом тут с центром тоже. Недалеко от Магнуса находится. Прям совсем рядом. А Магнус это что? Это торговый центр небольшой такой тоже, возле оперного театра. Понял. Андрюха, когда ты пойдёшь открывать компьютерный клуб в Чернигове? Когда он здесь появится, я думаю, меня пригласят как почётного гостя, гостика. Гости, гости. Почётный гостик. Да, рассчитываю на приглашение. Кто хочет, инвестируйте. Чернигов Сити. Время возможностей здесь для компьютерных клубов. Очень много посетителей сейчас будет. Как вы оба лично боретесь с этим коронавирусом? Я понимаю, что вы не учёные, не врачи, и вопрос не об этом, а именно для себя лично. Что вы делаете? Купили маски, туалетную бумагу, фишки для выживания, сковородку. Что вы рассказываете? Как на вас отражается вся эта ужасная ситуация? Я расскажу, но я перебью, я скажу, что у нас во Львове, между прочим, со Львова чемпионы мира и по Доте, и по КСу, и по ФИФИ. То есть тупо универсальный город, непобедимый. А по Доте кто чемпион? Не знаю. Это мы вырежем. Это давно было, да. Чем занимаетесь, Андрюх, а ты как борешься, да, кстати, вот? Что ты сделал? У тебя квартира такая классная. Что ты сделал, чтобы защитить себя от вируса? Ну, роботом-пылесосом чаще пылесошу. Что ещё сказать? Ну, руки чаще мою. Купил маску? Это даже параноидально это происходит. Ну, я скажу честно, я помыл руки один раз, весь день мыл, потому что я везде на улицу ходил, у меня покраснение на коже. Я понял, что так делать не нужно. Да, я тоже с такой проблемой стутнулся, поэтому... Обычное... Обычное мыло? Нет, обычное мыло, вот, ну, какой там, сейфгард или какой-то там, я не знаю. Сейфгард, yes. Я раз пять в день помыл руки, и у меня вечером было всё красное и шелушиться начало. То есть это тоже вредно. Я просто дурачок не знал, но это, оказывается, тоже вредно. Может, у тебя такое мыло, которое сушит кожу? Нормальное мыло, обычное мыло, сейфгард. Обычное уложитель для рук нужен. Ну, крем-то, знаешь? Да, да, да. У Яна попроси, у неё есть точно. Это я уже понял. Чем занимаетесь на карантине, кроме доты? Что, и увлечения, и личные какие-то вещи, что делаете? Смотри, ну, давай, Даня, начнешь. Времени немного, как бы, этого карантина пока ещё. Ну, он только начался, поэтому особо ничем так и не занимаемся, кроме доты. Тем более, ну, лично я, потому что вышел новый патч ещё. Вот, то есть пытаюсь погрузиться в доту полностью, разобраться и так далее. Хотя, если честно сказать, то я один раз выбирался, вот где-то пару дней назад из дома, вот, пошастал немножко даже. Больше я такой ошибки не повторю и всем советую сидеть дома. Андрей, я видел у тебя в Инстаграме бутылку вина с какой-то непонятной коробочкой. Очевидно, закуска к вину. И книжку «Аэропорт», которую лично я прочитал раз в пять, поскольку работал там. Ага, серьёзно? Понравилось тебе? Да. Ну, это давно, правда, было. Ну, сколько я этой книжки-то уже... Ну, очень крутая, Игорь, да? Я когда работал в аэропорту, я читал. Вопрос не об этом. Что это? Твои вот... Что за вино? Давай начнём с вина. Что это? Слушай, ну, давай расскажу. Хорошо. Позвонил в ресторан. Ну, все заведения закрыты, работают только на доставку. Но, учитывая, что у меня пять минуты ходьбы от моего дома находятся, я туда хожу, ну, то есть не каждый день, но часто. И беру с собой еду просто. Позвонил им, говорю. Какие у вас вина есть? Ну, когда это всё началось, что? Я один вообще в квартире нахожусь. У меня Маша там... Ну, короче, она позже приедет, когда карантин снимут. А вот. Думаю, чем себя развлечь, пойду, куплю бутылочку вина. Так сказать, как включу фильмец, сериальчик какой-то. И знаете, как одинокая домохозяйка просто. С винцом в руке, в бокальчике. И вперёд. Пришёл, позвонил им. Говорю, какие у вас вина есть? И мне девушка там говорит. Есть, значит, чилийское вино и южноамериканское вино. Я у неё спросил, девушка, но чили же находятся в Южной Америке. Ну вот, пока я ещё не пробовал, если честно. Потому что мне тут начали говорить, что... Типа пить, наоборот, нельзя, чтобы иммунитет не ухудшался. Поэтому у меня основа параноидальная мысль вот эта. И пока она просто стоит и ждёт своего часа, когда я посмелею. Вот. Ну что, ну рабочий день мой, как выглядит? Проснулся, приготовил завтрак, читал книгу. Час я её прочёл, больше читать уже пока нечего. Нужно снова заказывать что-то доставкой только и... А с телефона, планшета? Я не считаю так. Мне не нравится. Нужен шерест страниц? Не воспринимаю. Нужен шерест страниц. А что немаловажно в моём случае, запах свежей книги. Даня, последняя книга, которую ты прочитал? Не помню. Понял. Наверное, патч. Так. Патч прочитал. Хорошо, парни. Несколько раз. Значит, вы сидите по домам и ничего не делаете. Правильно я говорю? Да, всё верно. Да. Типичные игроки в киберспорт. Тогда переходим непосредственно к вашему роду деятельности. Очень нужно поговорить о команде, потому что есть... ряд такого фидбэка, хорошего и не очень, по поводу результатов, по поводу выступлений на виплее, на лане, на онлайн-турнирах. Самое большое из того, что я успел увидеть, я периодически мониториваю весь фидбэк по команде, вот, везде, где только можно. И самое большое количество критики, наверное, я обнаружил по поводу игры Пио, по поводу пула героев Дани, что-то там про Андрюху тоже писали, но вот основное, и про Леброну тоже, основное, конечно, это вот Пио и пул героев Дани. И то, что Андрей там порой не доигрывает. Ваш ответный фидбэк на всё это хотелось бы услышать. Ну, вообще, по команде скажу точно, что результаты, конечно, скажем так, не то, чего мы ожидаем, однозначно. У нас был небольшой перерыв, потому что до этого мы нон-стоп как бы работали, пытались, скажем так, встать на нужный уровень, вот, и сейчас мы опять входим в рабочий процесс, вот, будем по-любому нагонять. Я уверен, что результат придёт. Ну, Санёк, что могу сказать, он однозначно старается, меняется, то есть он, ему ещё однозначно в очень многих аспектах нужно развиваться, улучшаться, то есть я уверен, что он много нового для себя тоже узнаёт за время, которое мы играем вместе. Ну, пока во многих моментах, да, от него проскакивают критические ошибки, которые очень сильно влияют на результат в итоге команды. Пул героев. Пул героев. Пул героев. Все кричат Марс, если забанить Марса и забанить Пака, то Дани на карте нету. Вот, примерно так. Как ты сам к этому относишься? Что ты скажешь в свою защиту? Мне нечего сказать в свою защиту. Я думаю, те, кто так кричат, плохо смотрят игры. Понятно, лаконично. Андрюха, давай, Пио, команда, и вот то, что ты там порой недоигрываешь где-то. Где конкретно, не могу сказать, потому что я не эксперт. Мнение эксперта вы здесь не услышите, как говорится. Но я просто такой фидбэк периодически читаю, вижу. Хорошо, я понял. Все, по порядку. По поводу Пио. Ну что, парень молодой. Молодых я в своей жизни повидал много. Кто-то, кого-то сразу получается. Кому-то нужно время. У кого-то может вообще не получиться. Надеюсь, что в плане Пио ему просто нужно больше времени. Вот, как мне кажется. Другой вопрос. Успеет ли он в рамке временные, которые нужны команды. И команде или нет, это уже, так сказать, покажет. Время и покажет. Да, время и покажет, да. Вот. Что дальше ты спрашивал? По поводу меня, да? Да. Были пару игр, где я показал сомнительный перформанс. Скрывать не буду. Есть у меня один герой, которым, скажем так, есть игры, где просто в соло, а есть игры, где, ну, противоположные этому. Тоже в соло, но в минус. Да, да. Бывает такое, что могу сказать. Работаю над этим и пытаюсь исправить, чтобы более стабильно было на кое-каких героях у меня игра. На каких героях у тебя не очень? Каких героев их назвал? Какие-то герои? На твой взгляд. Ну, на Марсе там была сомнительная очень игра одна, которая мне не понравилась. Мне очень. Копьеносец, Андрей? Ну, там как-то не пошло. Не знаю даже, как объяснить, чтобы не выдавать какую-то поднокотную, знаешь, типа. Просто не пошла игра. Я могу сказать, что все команды совершают ошибки. Абсолютно все. То есть и самые сильные, и самые слабые, и средние, какие угодно. Разница только в том, что самые сильные команды, они совершают меньшее количество критических ошибок или практически их не совершают. Ну, и у них ошибок намного меньше. У нас сейчас, как бы, ошибок хватает, их реально много. Их... Под ними надо быстро работать в быстром темпе. Это сложно, так как их много. Вот. Если было бы меньше, можно было более точечно там над чем-то поработать. Над этим, над этим, над этим. У нас много глобальных каких-то вещей, которые нам нужно фиксить. Ясненько. По поводу команды, вроде как, пока что все ясно. Перейдем к дальнейшим планам. У вас завтра начинается турнир. Ну, я думаю, что когда мы это выложим, турнир уже будет идти. Записываем мы это все 19-го числа сегодня, то есть 19-е марта. Турнир начинается с 20-го. Инвайт, как обычно с нами бывает, с нашей командой, падает к нам чуть ли не за сутки до игры. Как вообще там? 24 команды вроде как участвуют. Я, честно признаться, не совсем понимаю формат. 24 команды с региона. Да, но у нас уже больше с региона команд нет? Из СНГ. А подожди там. А кто там играет? Нет, у нас же там Hellraiser с ВП, Na'Vi и мы. А Gambit, Spirit не участвуют? Империя, разве нет? Мне почему-то казалось, что Gambit играют. Похоже, не участвуют. Понял. Понял. Как сейчас сама инициатива, как вам? Ну, что это для вас такое? Таких, наверное, вещей не было до этого никогда? Благотворительные турниры. Я считаю, что это очень круто. Благотворительные турниры были, я думаю. Но вот именно сейчас это идеальный момент. И правильный. И вообще в ВПЛЕ красавчики, что они на плаву всего находятся. То есть они сейчас делают реально крутые турниры постоянно. Вот. И они, ну, как бы, видят проблему и пытаются даже как-то поучаствовать в решении этой проблемы. Сейчас глобально это действительно большая беда, коронавирус. Который, ну, кто-то придает большее значение, кто-то меньшее, но это действительно большая беда. И очень много разных прогнозов о том, что там будет и так далее. Сколько карантина это еще продлится и тому подобное. Поэтому в целях всего мира, как бы, побыстрее решить эту проблему, найти лекарства от этой беды, вот, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни. Вот. Тем не менее, как бы, понятно, что киберспорт, он находится, ну, во многом и в онлайне, да. То есть мы играем. Для нас не так много что меняется, условно. Вот. И, как бы, инициатива виплея, она крутая тем, что мы можем поиграть. И люди, которые находятся сейчас дома на карантине, они проведут это время с интересом. Вот. И тем самым мы все вместе сможем еще помочь собрать какую-то сумму определенную для того, чтобы ускорить процесс, чтобы мы могли избавиться от этой беды. И, как бы, я считаю, что это очень круто. Я очень рад, что нас позвали и дали нам такую возможность поиграть в это тоже очень круто. Да, это очень нужный крутой турнир. Тут добавить больше нечего. Даня все сказал. Если, знаешь, думать о чем-то таком возвышенном, то, конечно, сам очень рад, что могу как-то посодействовать помощи в этой беде, которая действительно случилась и всех затронула. Ну, а так все круто, что мы там играем, да. Как думаете, вам вообще по силам там такие команды собрались? Как вы считаете, вы тир что? Вот, объективно. Посмотрев сами на себя в зеркало. Ну, в последнее время наши результаты неудовлетворительны. Смотря по каким временным отрезкам, опять же. То есть, если посмотреть по конкретным последнему времени, то наши результаты сильно неудовлетворительны. И, как бы, сейчас все грустно. Вот. Но в доте все волнами, как бы, и твой прогресс, и твои успехи всегда, как бы, ну, не только в доте, вообще в любом, в любых командах, наверное, всегда идут волной. Поднимаешься, поднимаешься, чуть-чуть падаешь, поднимаешься, поднимаешься, чуть-чуть падаешь. Вот. Надеюсь, что сейчас у нас пойдет волна, на которую мы будем подниматься, соответственно, и показывать результат лучше. Вот. Сейчас, тем более, вышел новый патч, который довольно глобальный. Он реально глобальный. Он на много вещей повлияет. И я скажу, что этот патч мне очень нравится. Я надеюсь, что в таком направлении будет двигаться дальше дота. Тем не менее. Вот. Никто не знает, как оно будет. Я очень надеюсь, что мы быстро найдем стиль игры или героев, или стратегии, которые будут там планировать, подойдут нам, и сможем показывать достойный результат. Андрюх, как ты себя позиционируешь, как игрок и как команда? Ну вот смотри. Во-первых, ты сказал, посмотреть на себя в зеркало. Сразу хочу уточнить с моей стороны. Мне тяжело это сделать, потому что кое-что загораживает мне взор. Но если... И по той же причине ты в CS не играешь? Да. По многим причинам я многое не делаю. Из-за этого, ну что поделать, такова жизнь. Дальше что? Если серьезно, то... Ну что, действительно, Даня правильно сказал. Где-то оно волнами, ну как и жизнь, в принципе. Бывает все отлично, бывает все плохо. И все же зависит только от нас. Выберемся мы с нее быстро, либо так и увязнем здесь. Вот и все. Ну оптимизм-то у вас... Я бы не сказал, что все плохо, на самом деле. Вот просто неудовлетворительно. Тут недавно, недавно, это скорее к Андрею больше, хотя может Даня еще вставить свои пять копеек. Недавно в Твиттере была жесточайшая бойня, битва двух якатзун, как говорится. Дахаку что-то не понравилось в комментировании Каспера. Каспер сразу на это отреагировал, и примерно все комьюнити в течение 24 часов, наверное, наблюдало за их перепалкой в Твиттере. Из того, что я успел для себя понять, Дахаку не понравилось, что Каспер со своим слабым пониманием игры, по его мнению, анализирует игру во время матча. То есть он дает какую-то оценку и действия игроков. И на что он, по мнению Дахака, опять же, не совсем имеет право или некомпетентен это делать. Что он должен только комментировать и все, а анализировать, пускай там анализируют те, кто разбираются. Да и Андрей тоже в свое время, там, после мажора, не помню какого, китайского какого-то, Чинду или там не Чинду, я не помню уже, тоже высказался по поводу того, что некоторые аналитики, там, комментаторы позволяют себе лишнее, не понимают какие-то актуальные аспекты игры и там начинают что-то там критиковать, ругаться. Не по делу, это подхватывает комьюнити, у аудитории складывается ложное впечатление о реальных вещах. Вот. Начнем с того, вот Дахак Каспер. Как вы, вот Андрей, ты, Даня, как считаете в этой ситуации, кто прав, кто виноват, и есть ли тут вообще правы и виноваты? Честно сказать, не очень пристально за этим всадил. Я, ну как, видел, конечно, это, я смотрел конкретно, по-моему, там, нарезку, которую кидал Дахак, где он пытается сказать, как с его позиции правильно комментировать, там, где там Каспер с его стороны позволял себе лишнее. Конкретно в том видео, которое он скинул, я не видел там что-то такое экстраординарное, что действительно там очень обидно. Скажем так, намного обиднее вещи я слышал и видел, сто процентов. Если в общем говорить, то, знаешь, тут очень тяжелый такой вопрос, я это понял, когда, ну, сам с этим столкнулся, потому что на короткой дистанции, вот даже там, когда я этот вопрос поднимал довольно-таки остро, это все-таки дает свои какие-то результаты, то есть на короткой дистанции опять-таки. Когда, ну, этот вопрос ребром встает, да, и все на это обращают внимание. В моем случае это было связано больше с аналитикой, где люди, которые непосредственно аналитикой занимаются, в моем понимании позволяли себе реально лишние вещи, то есть вплоть до огновления игроков приходили, то есть опускалось все, да. Вот. Но потом, после вот этой всей шумихи, я там посмотрел немного трансляции, и уже я видел, что, ну, люди пытаются какие-то усилия над собой делать, действительно. Другой вопрос, что спустя какое-то время это все забывается всегда, и снова начинается вот этот круговорот, в котором ты просто, ну, в костанции снова окажешься, там, ну, неважно, я там, кто угодно. Поэтому здесь важно, мне кажется, с моей позиции, про то, как я говорить не буду, потому что я не знаю, какие у него мысли по этому счету конкретно. Думаю, с ним мы сойдемся в том, что главное это поддержка не только, ну, знаешь, вот аналитики, комментаторы, там, с одной студии условно, да, если ты что-то говоришь, они там, ну, видно, что друг за друга там, ну, не то чтобы горой, но как бы не скажут плохого про своего сотрудника, да. И с другой стороны, для игрока хочется, что если он поднимает эту острую тему, потому что, ну, я четко знаю, что, в принципе, все с этим сталкивались, большинство с этим, я думаю, согласно, важно то, чтобы игроки друг друга в этом плане поддерживали. Если ты полностью молчишь, условно, когда это вот остро очень вопрос стал, нигде там не поддерживаешь ни в комментариях, нигде, просто смотришь за этим, наблюдаешь как зритель и думаешь, что, да, нормальная тема, сейчас с попкорном, грубо говоря, посижу, посмотрю, поем, и все четенько будет, то ничего никогда не поменяется, вот и все. Ну, вот я сейчас сразу погадание не начал, я тебе скажу, что вот Версута, когда это все случилось, сказал с третью точку зрения, что игроки сами виноваты. Берни как, он сказал, что мнение об игроках складывается от самих игроков, когда многие игроки стримят и позволяют себе во время стримов высказывания по отношению к другим командам или игрокам далеко не лестные, и эта аудитория тоже все хватает, и на фоне, допустим, этих вещей, да, по версии Версута, на фоне этих вещей, которые делают сами игроки на стримах, то, что делает аналитика или комментатор, там, какую-то реплику по поводу и тембилда сказал или там еще что-то, выглядит ничем, то есть это, как я понял. Я согласен здесь отчасти, я понимаю, ну, я видел это то, что он написал, я понимаю, о чем он говорит, действительно, есть такое, что там доходит до крайности, где там, ну, комментатор такой просто себе даже никак не может позволить в эфире сказать, но с другой стороны, он, официальное лицо является, трансляция, которые смотрят все и на которые, ну, ориентировано все сообщество. Игрок на своей личной трансляции говорит, да, в идеале он не должен говорить какие-то резкие вещи, я в этом тоже согласен с ним, что ты, ну, если позиционируешь себя как игрок, какой смысл тебе превселюдно оскорблять другого игрока, который, в моем понимании, находится сейчас на турнире, а ты сидишь, комментируешь его. Ну, все-таки это справедливо. То есть, хочешь комментировать, пожалуйста, вал, все сделали для этого, но какие-то рамки тоже должны быть там. Хочешь какие-то фановые вещи сказать, тоже можно сказать это, почему нет игроку. Но все в рамках, то есть, в моем понимании, висут отчасти в этом прав, но для комментаторов это намного жестче, потому что они являются официальными представителями, официальными комментаторами, на которых ориентирована вся аудитория. Даня, а ты что считаешь по всему этому поводу? Я не помню, чтобы ты хотя бы раз как-то реагировал или высказывался на подобные темы, но они всплывают постоянно. Стабильно, пару раз за сезон, может, даже чаще происходит этот конфликт игроки, аналитики, комментаторы. И эта болезнь, она не проходит, как ты сам на это все смотришь. И влияет ли на тебя? Я скажу, что все мои куски одного пирога. Я думал, там другое продолжение. Так, извини. Я на самом деле в доту давно играю, с 2005-2006 года, когда комментирование началось в 2009 году, в 2008, 2009, 2010, не помню, честно. Вот. Но и всегда, всегда эта проблема была. У меня было неимоверное количество раз желания высказаться. То есть лучше, конечно, это всегда делать тет-а-тет, а не поднимать эту движуху, разводить срач там и далее. Тем не менее, как бы я всегда себя сдерживал. Вот, может быть, это не совсем правильно. Возможно, несколько раз стоило бы и сказать. То есть таких моментов, в которых комментатор был неправ, их неимоверное количество. То есть когда он не понимал, почему игрок делает то или иное действие, когда игрок делал правильно, а комментатор говорил, что это неправильно и так далее. Но основная мысль, основной посыл в том, чтобы каждый развивался, развивал себя, то есть менял себя в правильном направлении и так далее. сдерживался, понимал, какую он имеет власть или какую он имеет силу над людьми. То есть абсолютно у каждой медийной персоны есть какое-то влияние на окружающих, да, у каждого есть какое-то свое комьюнити, у кого-то больше, у кого-то меньше, и все, что он скажет, в принципе, отчасти как-то будет иметь влияние и будет вылетать потом из-за других людей, однозначно. Вот, и есть неимоверное количество вещей, которые постоянно делают или аналитики, или комментаторы, которые потом, собственно, мы можем во всех проявлениях заметить с разных сторон. Вот, и моя позиция такая, что просто каждый должен пытаться развиваться в правильном, в хорошем направлении, да. Аналитики быть более сдержанными, пытаться рассматривать сторону с двух сторон, а не с одной, там, комментаторам прогрессировать тоже, то есть работать над собой. Как бы я всегда, например, открыт, то есть если сейчас кто-то там нас слушает из комментаторов, когда ко мне кто-то придет и скажет, Даня, можешь вот со мной провести какое-то время, давай вот с тобой разберем игру, я хочу там чуть-чуть, ну, улучшиться в этом вопросе. Если ко мне кто-то так придет, я без проблем, с удовольствием, как бы, постараюсь найти время и помочь. Вот, и в принципе, я думаю, и любой другой игрок тоже не откажет. Вот лишь бы это делали комментаторы тоже, лишь бы у них было такое желание. Ну, а за примерами, как бы, доходить не надо, как это все происходит, какое медийное влияние там оказывают медийные личности на других и так далее. А вам не кажется, что, вот, я просто сам об этом много думал, вам не кажется, что все-таки каждый человек, аналитик, комментатор, игрок, по факту, по большей части, сам виноват в том, что общественное мнение складывается вот подобным образом, то есть если оно, допустим, негативное. Ведь все инструменты открыты. Условно игрок, я просто, может, ошибаюсь, может, у него времени на это нет, но игрок сам может наладить свой собственный диалог с аудиторией. Ты можешь просто сам рассказать, вот ты проиграл игру, ты приехал с турнира, вернулся, можно дать какой-то фидбэк аудитории по поводу того, почему проиграли, как проиграли, где какие ошибки. С одной стороны, да, с другой стороны, ты не хочешь рассказывать какие-то вещи для, ну, чтобы не учить других, то есть ты не хочешь делиться знаниями с другими командами, с другими игроками, как бы важными, которые ты считаешь важными, которые их могут усилить и сделать компетентными против тебя. То есть, в принципе, сейчас такая во многом логика. То есть это что-то из серии во влогах не показывать тренировки? Ну, конечно, конечно. Потому что люди до сих пор не понимают, что если в команде... Тимспик не палить тренировки, не показывать драфты, не показывать... Я вот делал тимспик, ты знаешь, я делал тимспик с Панга, три выпуска или четыре. Я не думаю, что в той кондиции, в которой находилась команда в то время, эта команда своим тимспиком могла кому-то чему-то научить. Тем не менее, когда ты ведешь подготовку той или иной команде, это может быть каким-то фактором. Определяющим. Значит, мы не будем делать тимспик. Понял. Ну и по поводу того, как сообщество, вообще личности, не знаю, сайты, новостные и так далее влияют на мнение окружающих. Вот банально вопрос, который ты мне задал про пул героев. Как бы понятно, что если я играю с 2005 года, то как бы... Есть огромное количество героев, которые я могу сыграть на каком-то определенном уровне. Тем более, я играю каждый день по многу игр, без перерыву, на протяжении... Ну, огромного количества. То есть у меня... Если посчитать часы в доте, сколько я провел, то есть несколько лет, наверное, будет в игре конкретно во время... Ну, в игровом процессе. Вот. И у меня огромное количество героев, которые я могу сыграть. Я уже даже, ну, могу там по-другому ответить на этот вопрос. Вот. Тем не менее, как бы это где-то форсится, и люди начинают об этом говорить. Один, другой, третий, пятый, десятый, двадцатый. Ну, понимаешь, да? Вот. Собственно, та же ситуация. Вот. А по поводу пулу героев, как бы... Я уже где-то даже отвечал в ВКонтакте, по-моему, в группе у нас в B8, что не только зависит от того, кем ты можешь сыграть и как хорошо ты можешь этим сыграть, но и это зависит от того, как команда с этим героем может сыграть. Понимают ли все, как он работает в командных условиях. Потому что вокруг каждого героя подвязана игра других героев в твоей команде, соответственно, других людей. Вот. То есть ты что-то тренируешь с командой, потом ты это показываешь. Да, ты можешь экспериментировать, еще что-то, но обычно это негативно сказывается на результат. Андрюх, а ты вот тогда написал NS, по-моему, да? Или Smile, я не помню кому. Я в общем писал. Там кто-то что-то про Grimson сказал вроде на Фурионе, да? Или я ошибаюсь? Или это не... Ну, это два года назад было. Да, но я уже запутался. Тебе не кажется, что гораздо было бы правильнее, может быть, может быть, не написать в Твиттере какой-то там ответный, язвительный комментарий, условно, даже если ты супер прав, а именно приехать домой, там, вышли, ты же с мажора это писал, прям с турнира. Да, ну, короче, я понял о чем-то. Да, прийти и рассказать альтернативную версию того, как надо, ну, альтернативное мнение дать аудитории, не спорить с тем, что уже сказано кем-то, а именно альтернативное дать. И пускай люди сами выбирают, кто прав, кто не прав. А здесь получается спор. Ну, сам как думал. Смотри, я объясню. Это не два года назад, а год назад было. Я перепутал. Но суть не в этом. Если говорить конкретно о последней ситуации, которая была, мне писали, ну, точнее, мне только Смайл писал в личку, больше из комментаторов, слэш-аналитиков, ну, никто не писал. Поначалу наш разговор был из ряда «Виноват ты, нет ты?», но потом мы какое-то понимание нашли, то есть, и я сам видел, что он на следующих уже эфирах ну, говорил какие-то вещи, которые, и пытался указывать на какие-то вещи, которые там я советовал. И это действительно было приятно. Он тоже со своей стороны кое-что мне посоветовал, но я опишу, как это было. Я согласен с тобой, Игорь, в том, что игрок 100% сам может приехать и сказать, почему ты проиграл, то есть, почему команда проиграла, где ты не доиграл, где там... Короче, все эти моменты может сделать игрок спокойно. Ну, допустим, я, кстати, так планировал делать, но могу рассказать, что произошло. прошли мы на минор Steam Spirit, ну, короче, произошло так, что без команды остался просто, и как бы рассказывать... Без команды ты не остался. Ну, без команды не остался, но на тот момент остался. Но суть в том, что как бы уже рассказывать что-то особо смысла не было. Ну и плюс, у тебя все игроки твоей команды не только ты должен думать, что вот это так хорошо делать. У тебя все игроки в твоей команде должны это разделять, потому что, если этого не происходит, знаешь, что будет? Приедешь, допустим, ты, неважно, там, я, ну, кто угодно. Начнет рассказывать, что вот мы здесь проиграли, смотрите, здесь вот так, вот так, а у тебя такой один игрок в команде скажет, подожди, нафига мы это делаем? Ты ж, ну, я не хочу, мне не нравится, что ты это делаешь, потому что рассказываешь, ну, то, что Даня говорит, какую-то подноготную, там, команду раскрываешь. То есть... Не, ну, верно, а то, что тебе мешает, например, объяснить, условно, почему такой этом билд на героя? Это же никак не влияет на команду. Нет, именно, вот, взять, допустим, стримчик запустить, на часик объяснить, видео записать. Или игрокам материально сложно делать. Подожди, я на стримах так делал, типа, то есть, я смотрел какие-то игры, объяснял, но это не было значительства. Всем нужно просто подписаться на твой твич. Ты про это, да? Да, все правильно, да. Все, все. Ребята, подписывайся на твич Андрюше, он все объясняет иногда. Почему, что и так. Смотри, в идеале, после турнира так можно легко сделать. То есть, посмотреть какие-то игры, это реально крутой контент, который делает никто, мне кажется. но, опять же, нужно, чтобы, ну, очень, знаешь, аккуратно это делать, потому что, там, объяснить item build, это вообще, это, знаешь, это крупица из того, что можно объяснить в принципе в игре. То есть, это реально, это, ну, мелочь. То есть, к item build, ну, там, условно, как, на последнем примере, там, люди начали доколупываться к item build какому-то, что, там, знаешь, условно, ты там собрал, там, не то, там, нужно было собрать, блин, быстро, либо crimson, это, это, это реально, это просто мелочь. То есть, все решается, ну, как, не то, чтобы мелочь, знаешь, но, но, есть аспекты, которые гораздо важнее, которые гораздо дольше нужно объяснять, рассказывать, и, без которых, этот item build не будет работать. Вот. Понятно. В общем, всем нужно быть профессионалами. Последнее, давайте, обсудим, это патч. Конечно, его уже все обсосали, обмусолили, везде, где можно. Лично для вас этот патч, что дает? Вот я видел, Даня писал в Твиттере, что, возможно, Dota станет интереснее, правильнее, наверное, как-то, что-то такое ты сказал, что в правильном направлении, вроде как. Есть шанс, что Dota движется в правильном направлении. Кто-то писал, что Dota возвращается в Dota 1 с такими изменениями, не помню, кто по-моему. FNG, вы как? Во-первых, оцените сам патч, и второе, как на вас отражается патч? То есть, по героям, может быть, как-то, или по плейстайлу, или еще почему-то. Там, я слышал, экономику поменяли, или что-то в этом роде? Ну, однозначно, это глобальный патч, потому что он затронул формулу. Все, что затрагивает формулу, это глобальный патч. Здесь очень много еще, помимо этого, каких-то еще других изменений, например, там, руна на второй минуте, с сороковой минуты одна руна усиление, ну, и всякие-всякие-всякие вещи. O-Pick Mod, CM Mod тоже поменяли, вот помимо формулы, да, условно, тем, что поменяли формулу, сбалансировали там, стрики, застрики дают, больше, намного XP голды, вот, и, ну, как бы, я считаю, что это, опять же, шаги в правильном направлении, потому что Dota уже давно этого не хватает, и это, Dota не хватает скилла, вот, мое мнение такое, вот, от этого сильно ушли, сильно ушли в командном направлении, сильно ушли в драфтовом направлении, и Dota этого очень сильно не хватает, потому что, мне кажется, это одна тоже из, да, однозначно, есть много проблем, по которым люди уходят из Dota, или не начинают играть, но это одна из тоже таких вот проблем, потому что люди просто перестали получать определенное удовольствие в матчмейкинге от игры, то есть раньше игра, она тебя вознаграждала, если ты проводишь много времени, ты прогрессируешь, ты становишься лучше, и ты в играх показываешь, как бы, ну, свою силу, для себя самого, получаешь от этого удовольствие, вот у тебя здесь лучше получается, вот здесь, вот по крупичке ты уже тут лучше стал, тут, 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 и Dota тебя вознаграждала, то есть если ты круто все делал, круто отыгрывал, ты получал, как бы, удовольствие от этого, сейчас, ну, этого было все меньше, то есть, каким бы ты красавчиком не был, игры очень часто предрешены были просто на драфте, игры предрешены просто тем, что у тебя команда, допустим, слабее банально, и как бы ты круто это дело не исполнял, скорее всего, ты проиграешь, и это было очень связано с камбэк-системой, с балансом Dota, который под эту камбэк-систему был, оттачивался, то есть годами, 2000 какого-то года, 15-14, вот, и сейчас формула немножко, она шатнулась в этом плане, именно камбэк-систему, немножко, как бы ее изменили, подубрали, не знаю, насколько она есть, нет сейчас, вот, но однозначно чувствуется, что скилл, он начинает чуть больше решать в игре, тем самым, больше получаешь наслаждение от игры, если у тебя круто получается, если ты круто все делаешь, то Dota, она тебя вознаграждает, мол, типа, ты круто все сделал, красавчик, держи положительные эмоции, вот, этого, как бы, практически не было в игре, ты не получал просто положительных эмоций, от матчмейкинга практически вообще, то есть количество негативных эмоций, положительных, они были несоизмеримы, поэтому люди потихоньку забивали, уходили, то есть если смотреть на тенденцию, даже недавно чекали, матчмейкинг нормал, с 2000 там какого-то года, играло там 1400, сейчас нормал играет там 1100, или даже меньше, или еще что-то такое, я честно не помню, я просто так рандомными цифрами орудую, да, то есть, а ранкет матчмейкинг, ну, намного больше стали играть, то есть видно, что люди, которые играют ради удовольствия, они потихоньку забивали, а люди, которые играли ради достижения каких-то результатов, они продолжали играть, тем не менее, компетитив, с ценой, я не думаю, что этот патч там, персильно как-то затронет, он ее вряд ли сильно затронет, в том плане, что компетитив Дота, она всегда офигенная, она всегда прикольная, играть в команде всегда круто, взаимодействовать с командой, там, переигрывать врагов и так далее, вот единственное, что я бы очень хотел, чтобы она продолжала двигаться в направлении скилла, потому что тогда, тогда будет просто интереснее играть, тогда, ну, всем будет интереснее, мне кажется. Брюха, что для тебя патч? Спасибо, хотел спросить, что за вопрос? Давай, давай. Что для меня патч? Каждый патч, это новая возможность, праздник. Ну ладно, ну что, ну что сказать, Игорь, ну тяжело пока что-то сказать, патчов сколько? Два денька? Даже деньков нет. Сколько нужно игроку в Доту понять, сколько нужно игроку в Доту времени, чтобы понять суть патча и к чему все идет? Неделя? Или первое прочтение? Слушай, ну, ну нету такого, что ты прям взял что-то и понял. Постоянно, вот в чем Дота, одна из лучших игр, да, в мире, тем, что ты, вот, сколько бы ты в нее не играл лет, неважно, да, времени, в общем, что угодно, ты всегда найдешь для себя что-то новое, ты всегда что-то новое узнаешь. Мета, она постоянно меняется, меняется, то есть на контру находится контра, на контру находится контра, и так далее, и так далее, и так далее, и патч, он плавно, даже если он не меняется, он плавно меняется, ну, как бы драфты все равно меняются, игра все равно меняется, даже если патч стоит, то есть он не меняется. А когда еще патч, это дело, скажу так, сотрясает, происходит, ну, экшн, поэтому сложно сказать, что вот, там через неделю все уже будут плюс-минус понимать, ничего подобного. через месяц тоже неизвестно, через два тоже неизвестно. Вот, понятно, что разберутся получше, но насколько хорошо, непонятно. Так вот, Андрюха, ты разделяешь это мнение про личные скиллы и вознаграждения? Ты как оффлейнер вообще. Понятно, что это мидер говорил, но как оффлейнер, у тебя же немножко другое, другие задачи в игре. У тебя нету такого, знаешь, наверное, я не особо разбираюсь в доте, я же говорил, меня не эксперт, вы здесь не услышите, но от того, что я сам плюс-минус со стороны я вижу, оффлейнер это не тот герой, который бегает с улакилла делает, правильно? Или там, который голы забивает, как говорят. Это немножко другие задачи. Ну все, от ситуации зависит. Оффлейнер может быть таким персонажем, то есть ты можешь один в один пойти стоять условно, ну по-разному игре. Понял. Я может быть фрилейн, ты можешь вынуть, ты сейчас дота нет такого, что знаешь, вот мидер должен убивать, Кэрри должен формить. Все по-разному. То есть, и Кэрри может баспейсить для того же мидера и выиграть игру для мидера, который последствий, ну короче, все меняется. Причем так было всегда, на самом деле. И этим дота круто, тем, что, извините, перебил Андрюха, то, что по сравнению с другими играми нас не ставят никакие рамки. То есть для нас рамки открыты, границ нет. Они стерты. Хочешь быть Кэрри с пятой позиции, пожалуйста. Хочешь быть с упортом с первым, пожалуйста. Пожалуйста, люди, которые играют в паблики, не слушайте это сейчас. На моем рейтинге это... И так было всегда. Сейчас буду в пятерке, Кэрри. Ой. Ну ладно, Андрюх, Андрюх, ты как, вот ты прочитал патч, основные моменты, которые тебя больше всего заинтересовали. Вот что тебе больше всего цепануло твой взгляд, твой взор, твое око, так сказать. Тогда не говорил уже, что формулу переработали. Ну то есть через астреки больше дают, но нету бонуса голды, если ты проигрываешь. Ведь раньше в суть в чем была? Абсурдность в принципе. В камбэках. В том, что да, что если ты много очень проиграешь, тебе достаточно одной, максимум, двух драк, чтобы полностью камбэкнуть в игру. Ну то есть не то чтобы драка, но таких правильных каких-то разменов в драке. Я не говорю прям фултим лайк, но там камбэкать было просто. Если ты делаешь командное убийство, и это реально решало очень. Сейчас ну они сделали действительно шаг в ту сторону, чтобы если ты доминируешь в какой-то лайн, чтобы не было такого, знаешь, что ты приходишь там на вид, побеждаешь в два уровня, а потом там тебя загангали, разубили, все, как бы, это все улетучее с фон моментально. Поэтому это положительно, я думаю. Так, ну и вот в завершении, наверное, всего этого движа. Сейчас в эпоху сидения дома и ничего не делания, по сути, будет много онлайн-турниров, очевидно. Сейчас подсуетятся все спонсоры, подсуетятся все турорганизаторы, и будет засилие этих онлайн-турниров, и даже, скорее всего, придется выбирать, где играть, а где не играть всем командам. Вы, вот у меня лично такой вопрос беспокоит больше всего. Я не думаю, что это произойдет на Тир-1 сцене, где, ну там, какие-то Тир-1 онлайн-турниры, но будут же такие турниры, как там Тир-3, Тир-4 и так далее, которые играют в там всякие лиги, где играют много команд, которые, допустим, неизвестны зрителю. Такое тоже может быть. Вам не кажется, что путь в онлайн, о котором все говорят, который сейчас будет являться спасением, возможно, для всего спорта в принципе в мире, это рай для читеров, рай для нечистоплодных игроков и прочих таких вещей. Вам, вот как вы на это смотрите? Или это просто я такой параноик мнительный? Для читерства я не думаю, что читерство в доте настолько сильно влияет, как, допустим, в Counter-Strike. То есть даже если ты будешь автохексить или еще что-то делать, не знаю, даже если ты, возможно, карту будешь видеть с хорошими, сильными командами, тебе, скорее всего, не справиться даже с таким преимуществом. А ты, Андрюх, как считаешь? Согласен. Ну вот и поговорили. А в кейсе, что ты через стены видишь, в голову наводишься, бам-бам. А я, честно говоря, даже не знаю, какие читы в доте есть. Вот что дают читы? Что, вот многие говорили читы-читы, а какие вообще, что там, тоже мэп-хаки есть, как в Варкрафте? Я, честно говоря, не знаю, знаешь, есть какие-то там скрипты, что там, мипа пуфуется, автохекс. Ну вот NS писал, что в какой-то команде был мипа, который вроде как читер. И эта команда играла open-qually, и кого-то выбила, то ли или дана, то ли кого-то, эта команда, и выбила именно на мипа. То есть, я не уверен, честно признаться, я не вдавался в подробности, но мне так вскользь, я это услышал где-то, вот, и это же зарешало на open-qually. Вот, пожалуйста, мипа на читах. Я просто не думаю, что это очень сильно что-то меняет. Ну, это не сильно что-то меняет. Ну, быстрее пуфнится, герой. Я не знаю, как еще читы влияют на мипа, что еще там такого есть. Ну, пуфнится, окей, на доли секунды быстрее всеми одновременно. Окей, ну, что это даст еще? Я не совсем понимаю. То есть, я не думаю, что это супер, опять же, оказывает супер влияние на игру. То есть, скорее там, мипу заходил хорошо, тяжело с ним было бороться. То есть, недаром этот герой, то есть, имеет такие высокие там винрейты в хммр пабах, да, тем, кто задротал там мипу и так далее. Потому что этот герой требует очень крутого, во-первых, требует контрпиков, то есть, чтобы были герои, которые могут справляться с мипом, потому что, если их нет, то он просто сам выиграет игру. Во-вторых, он требует крутого взаимодействия от команды соперников. Возможно, в той игре в опенклавах не было или одного, или другого, вот, и поэтому они проиграли. То есть, если ты проиграешь команде, где был читер, ты не спишешь на читы? Ты скажешь, это мы что-то не доиграли. Ну, я подумаю. А ты, Андрюх, на что ты распишешь? Или скажешь, что это мы не доиграли? Я согласен. Хорошо. Ладно, парни, пора закругляться. Востоку у вас завтра игра. И против кого? Играем мы завтра против Na'Vi в 17 сет, в 6 по Киеву, по-моему, в 7 по Москве. Да, то есть... Даня, тебе приятно против Na'Vi играть? Конечно. А побеждать их? Надо попробовать. А сколько раз ты побеждал Na'Vi? По-моему, ни разу. Понял. В общем, наш подкаст последнее. Скажите, три правила борьбы, три правила борьбы с коронавирусом. Так это наш план был с Na'Vi изначально. Давай. Три правила борьбы с коронавирусом. Ваш совет. Три совета. Так, что, три правила, да? Три совета, совета Акостика. Как не цепануть коронавирус? Как не попасться на эту удочку жизни? Если вы дотер, просто делайте то, что всегда. И, поверьте мне, больше советов не надо. Так. Даня? Я реально от души желаю вам посидеть дома, не рисковать, потому что... Вот суть этого карантина, реально. Вот две недели карантин. Вот я как бы для себя думаю, да? Условно. То есть, две недели это тот срок, который люди должны просидеть, чтобы потом, если они болеют, они не могли заразить другого. Ну, то есть, чтобы прошел этот вирус, да? Условно. То есть, если ты здоров две недели, то после этого ты уже там никого не заразишь. Вот. Но суть в том, что кто-то не досидит, пойдет, пусть он даже на себе там это не прочувствует, он заразит кого-то еще, и через две недели кто-то опять заболеет. И получается, мы опять должны две недели сидеть на карантине. Конечно. Вот. Так это суть слова карантина. Вот для этого и придумали карантин. Поэтому, если мы сейчас будем игнорировать это, выходить, гулять, там, тусить и разносить эту заразу, условно, то просто это будет продолжаться, 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 пока там не изобретут этот антидот, который нас всех спасет. Лично я переживаю, что родителей можно собственно заразить. Вот это основная беда. То есть пожилые люди... Ты сам не заболеешь, а домой пришел, маму заразил, бабушку заразил, и все. А потом что ты будешь делать? Это прежде всего должен каждый об этом думать, что мы-то, может, это переживем, молодые ребята. Вот. Сук телет-то там. Надо заботиться о взрослых людях, которые нас окружают, пусть даже не родных. Не важно. Поэтому лучше посидеть дома. Классно. Приветы, пожелания и так далее. И пока. Всем спасибо, что смотрели, точнее, слушали этот подкаст. Были рады. Быть медом выше для вас. Медом выше для вас. Или дегтем. Кому-то точно дегтем, ребят. Я вам точно скажу. Дегтем лучше. Кому-то это дегать. Спасибо всем, кто нас слушает, всем, кто за нами следит, всем, кто нас поддерживает. Очень приятно. Вот. Продолжайте топить за нас. Мы будем стараться показывать максимальный результат, крошить, бомбить, работать, продвигаться вперед. Спасибо огромное. Также хочу передать нашему титерному спонсору Rivalry. Без вас это все было бы невозможно. Всем пока, ребят. Редактор субтитров А.Семкин